Надо какое-то самое, чтобы руки-ноги дошли. Это же надо системный блок брать, куда-то ввести его. Да зачем? Ничего не надо ввести. Списал название материнской платы, пришел в магазин, сказал, я хочу видюшечку новую, помощнее. Он тебя сразу спросит, какая у вас ценовая категория. Ты ему скажешь, на какую цену ты ориентируешь. Он тебе эту видюшечку выдаст в коробочке. Ты домой ее принесешь, блок откроешь свой, старую открутишь, высунешь кооперативку, точно так же она высовывается. И в ту ставишь, прикрутишь и все. Просто там дополнительные провода на вентиляторы могут быть, но там штекеры одинаковые, мимо все равно не встыкнешь. Не, не на вентиляторы. Пусть каждый занимается своим делом. Да-да-да. Да-да-да. Сейчас дополнительное питание на карте идет. Да-да-да, питание. Ну, на вентиляторе. Да не на вентиляторе это. Разве? Да. Сейчас я в круг встану, что-то далеко. Да у нас Артур. Последний появляется. Ага, у него компьютер. Самый сладенький. Да, у меня-то вообще хрень как-то. Сколько я в нем не лазил, сколько все не откручил, все равно он лучше работать не стал. А если популесосить? Да я его каждый месяц пулесошу. Он у меня открытый стоит. Каждый месяц пулесосится, чистится. А че вы говорили, что он 51-й, извините, что перебил. Вон мустанг 51-й у кого-то. Че мы на корсарах? Ну, это Артур у нас. Я люблю. Он мазохист. Че мы на корсарах тогда, как лохи. А у тебя хорошо получается на мустангах? Да, ты знаешь, как бы это самое. Мне темп стрельбы пушек не нравится, честно говоря. И летные качества у корсара, честно говоря, мне не очень нравятся. Зато много. Как зажал кнопку, и в лобовые можно ходить. И вообще у меня. С мустангом тоже лучше в лобовые не ходить. Шесть пулемета 12.7 разносят тоже, дай бог. Я всегда думал, что они, американцы, лоханулись, поставили. Не автокалиберные. Не, ну просто пулеметы 12.7, да, а что они поставили. А потом-то ты сам понимаешь, что я, допустим, из пушки практически, если летаю на аэрокубре, и из пушки практически не стреляю, одними пулеметами работаю, потому что пушка только клинит после трех-четырех выстрелов сразу. Да и пулеметов, в принципе, достаточно. Вон ярку гоняют. Будем что-нибудь придумывать? Не, 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 не сливай скорость к клинитам. Вот это вам. А высоту ты хотел ставить? Ну и высоту. Какая скорость? Соответственно. Сколько поднимаешь? Да тысяча четыре, пять где-то так. Лишним не будет. Сначала скидываем сверху Ягд-3 и И-185. И-185 слов не есть. Они обычно выше. Ну, зато они не такие маневренные. Они в реале-то где-то воевали, я вот что-то про них не слышал, ничего не читал. 185-ки? Да, да. Нет, это бумажный самолет. 185-ки, они воевали, Артур, ты что, блин. Два самолета на Сталинградском, по-моему, участке. Они испытывались. Но в бою-то, по-моему, они не были. Были, были, но ограничены и сильно их не пихали. Там, короче, один самолет и круче-куча прикрытия с ним. Ни-фига. Справа выше. С вижу, ага, кобра. Почитай на досуге. Ну, а-да, а-да. А я-то думал, вы вот так и не собрали. Они как раз, вот первые 185-ки. Движка-то эта, ну, это эталонные не собрали. Уж на двигатель не довели. Ах, поумничал-то, блин. За что Кинг-Конку люблю? За то, что это самое, сбрашивает скорость, и она падает, и нагрузка на крыло не отламывается, ничего, нифига. Как только немножко у Мустанга переезжал, бум, крыло отвалилось, бум, два крыла отвалятся. Да что ты, блин, будешь делать? Ну, кобры, кстати, тоже отваливаются, крыло отвалятся, если ты больше, 750, если набираешь, да, отваливаются, а все остальное нет. За коврой. А он куда-то уходит прямо, вон. Девятка где-то. Ага, 51-го. 51-го же здесь были. И 185-ка. Где? Ну, я смотрю справа снизу, сбитых. А, ну-на. 185-ка давно уйдет, да. Кинг-Кобра похожа. Кинг-Кобра от боя уклоняются. Я пока догоняю ее потихоньку. Но он... Он климбит просто. Я тоже догоняю. Да, он развернулся. А какой смысл климбить? Ну, смотри, я сейчас за ним полезу, у меня скорости не хватит. Он отлично уйдет. Руля высоты нет. Ну и все, отпускаем его. Думаешь? Да, да. Он сейчас сам падать будет, не убежишь. Не это самое, за ним не угонишься. Не, все, отпускаем. Летим к Мустангу, бонус. Яг-9 там. Видите? Вот в тусте. Отлично. Ну вот, ну. Молодцы, Мегар. Да, он. Он тупанул сам. Да. Он мимо меня пошел. Выпрыгни. Нам командную работу тут дали, да? Да. Да. Есть такая фишка. Вон он справа. Далеко что-то, Алла-5, да. Главное, что они внизу вся. Хороший самолет, боекомплект быстро заканчивается. Шкасс, конечно. Вернее, не шкасс, а эти самолеты. Швак. Швак, да. Яг-9 слева. Впереди девятка. Конечно, расплевывает быстро-быстро боекомплект. Прям такими коротенькими-коротенькими иногда через зиму. А самолет хороший, маневренный. И пятерка, и семерка. Так, Леха, тебя вперед пропускаем. Спасибо. Отлично. Девятка в минусе. Так, сосать может, нет? Давай-давай-давай. И в полигон. Да не, пусть. Так, надо смотреть филд. Ну, мы что-то так высоко, что мы нихрена не видим за границей облаков. Так, пойду я хоть пешку собью, что ли, блин. Давай. Иди, иди, живей. Корректировщики. Так, если что, я прикрою. За облаков, наверное, сейчас. На филд идем? Тотем, да, за мной, на филд. На ла-пятая. Так, подожди, а где у него филд-то? На наш, на наш. А, все, вижу, вижу. А, на наш? А наш-то зачем? А, кто? На. И там помимо, опять, мне кажется, еще что-то есть. Кто-то ж хотел убить эту самую, скажи кого. Ну, парни, пусть вдвоем идут на корректировщика. Пешку. Охренеть, блин. Акела пробахнулся. Вообще. Да, Лёх, не стесняйся на нем зажимать кнопочку. Так у меня в этот самый... Короче, разогнался сильно. Ага. Ну, не поглядывай, чтоб на нас ничего не упало. У них три машины осталось. Так, недалечу, я дала пятого. Он у меня 21. Дальность до него 20 тысяч. 19. Я до него недалечу, вы его разберете там. Там три машины и это самое. Ну, все, разберете. А, Ягг где-то. Там Ягг-3, парни. Рядом с нами. Я же сказал, что там еще кто-то есть, да? Я бы не чувствовал. Не вижу никого. Конечно, там все в уголках. А, все, его опять еще вижу. И И-185, давайте сюда быстро. Лёх, экономим быка. Алло, Юра. Чего сказал? Алло, Юр. Быка экономим. Охренеть, блин, я потерялся вообще. О, блин, он мне в хвостовой попал. У меня вообще самолет, мне домой надо. Каким макаром вообще? Ягг-3 забрал. Отлично. У меня двое еще. И-185, и лавочка. Блин, ну мы далеко. У меня тут мустам крутится. Не знаю, поможет, но нет. По таблице один остался. Значит, лавочку все. Ну, 185-й вот это остался, все. Отлично. Оставался. Как я его красиво завалил. Не, эти, 12,7 американские, это жесть. Нифига ты Лёха коптишь. Да он вообще... Вот как он спереди мне попал, хвостовой, я вообще понять не могу. Умеет. Умеет.